Снайперская винтовка Качество новинки изучал Артём Калышница Это одно из испытаний российской 408-дюймовой боевой снайперской винтовки Лобаева С расстояния 100 метров она легко пробивает броневой лист толщиной 10 миллиметров Именно такая броня стоит на бронетранспортерах и боевых машинах пехоты А это говорит о том, что всего одним выстрелом снайпер может запросто поразить человека, который находится в такой боевой технике И сделать он это сможет на расстоянии до километра Но главная задача снайперской винтовки Лобаева не в этом А в уничтожении цели на больших дистанциях до 2,5 километров Для сравнения, это общая протяженность почти 20 футбольных полей По мнению разработчиков, при такой прицельной дальности обнаружить снайпера будет практически невозможно Показывает весьма негативное воздействие на психику солдат Прилетает нечто с 2 километров, с 1,5 километров Выявление целей на таких дальности является весьма сложной задачей Даже с применением современных оптических средств и прочих тепловизионных Ближайший конкурент нашей крупнокалиберной винтовки Американская М200 Интервеншн Однако во время тестовых стрельб она показала меньшую дальность Около 2 километров Наша превосходит за счет, опять-таки, более высокой кучности Потому что все-таки дальность стрельбы эффективная Это функция кучности стрельбы То есть, ну, очевидно, что чем кучнее у вас стреляет винтовка Тем на большей дальности вы, соответственно, можете вести эффективно стрельбу по данному габариту И, конечно, наша винтовка, превосходя в полтора-два раза по кучности американскую Выигрывает и в дальности, конечно Такая точность и кучность стрельбы достигается несколькими факторами Качеством металла, из которого производятся основные части винтовки И уникальной технологией сверления стволов При всех этих высоких боевых показателях Российская снайперская винтовка Лобаева еще и необычайно практична Во-первых, отдача ее в несколько раз слабее, чем у оружия аналогичного калибра Этого удалось добиться благодаря наствольнику Который был создан тоже по уникальной технологии на заводе Лобаева К примеру, сила отдачи у конкурентных винтовок настолько велика Что неподготовленному человеку может просто-напросто сломать ключицу Поверьте, я стрелял из калибра 408 в США Выигрывал соревнования на миле Отдача из тех винтовок, которыми я там пользовался Она, в общем, весьма и весьма ощутимая и значительная И не очень комфортная То есть для стрелка, скажем так, среднего уровня Она просто является непереносимой Второе преимущество в том, что винтовка может менять калибр Причем на всю процедуру потребуется совсем немного времени Всего за две минуты винтовка меняет калибр С самого большого в Европе на один из самых мелких Ну, таким образом мы получаем, значит, из патрона 6,5 Можем за 10 минут переделать винтовку и стрелять патроном 408 А это значит, что один снайпер может выполнять различные боевые задачи Работать как в горах, так и в городе Великолепные показатели снайперской винтовки Лобаева оценили российские спецслужбы Они регулярно приобретают оружие, изготовленное именно на этом заводе А вот в армии единственное снайперское оружие, которое сейчас стоит на вооружении Это винтовка Драгунова с прицельной дальностью стрельбы чуть более 300 метров Это в 10 раз меньше, чем у снайперской винтовки Лобаева Сложилась такая ситуация, что ни одна из винтовок, которая была разработана в России Скажем так, после перестройки, не была официально поставлена на вооружение Поэтому ситуация с Минобороны, она является критической, на мой взгляд В плане переоснащения на новые снайперские винтовки А ситуация, так сказать, давно назрела на замену снайперской винтовки Драгунова Как утверждают эксперты, если бы такие винтовки были на вооружении российских войск Во время Юго-Осетинской войны, то можно было бы избежать многих потерь Как среди российских солдат, так и среди мирного населения Как известно, на счету грузинских снайперов числились десятки убитых А обнаружить стрелков было практически невозможно Ведь вычислить и уничтожить снайпера по силам только другому снайперу На сегодняшний день снайперские винтовки Лобаева уже признаны во всей Европе И многочисленные заказы тому доказательства Правда, наше оборонное ведомство пока не спешит ознакомиться с новинкой Видимо, пока мы будем выполнять боевые задачи винтовками образца 70-х годов Субтитры создавал DimaTorzok